Ладно, Эмиль, не уходи далеко. Значит, слайд, который добыл 3 секунды назад, Эмиль, 3 минуты назад. С новостями. Facebook представила продукт TensorFlow Comprehensions. Он что-то делает и как-то помогает для всеобщего процветания. Я в интересах, что ты говоришь? А ты еще что-нибудь скажешь? Нет. Ну, скажи, да. А, ну, там просто нечего, да? Это такой лоу-левел язык для всяких штук, связанных с переводителем матрицы. Всякий такой... Это нечего. Его представил Ян Лекун за 20 минут до того, как я покупал патчеры. Ты не пошел спать. Ты заснул после этого? Я логу можно рассказать после этого. Все, уже 20 минут. Нет. Вообще выглядит как интересная тема, потому что это позволяет писать всякие там математические выражения. Не на каком-то там, ну, знаете, C или C плюс плюс. Она вот такой странный шубик, который я сейчас началом выручить. И второй перекраптер, она довольно-таки быстро работает. Ну, по крайней мере, если я не знаю, но мы должны поверить, потому что она не из трех столков машинного обучения. Вопрос? Да? Кто спросил патч? У меня все нормально. А. Ну вот. А чем он? А там за слово отличается. Какая-то штука, она более низко-логовая. То есть с ней вы можете писать дополнительные штучки для тендер-клова, то он на тендер-клова где-то. Это получается на пай, это на бюджет? Нет, это еще не жутко. Это еще не жутко. Это, короче, где-то между кодой и тендер-клова. А. То есть, когда ты, например, в мумпай вызываешь сумму массивного, там все равно цикл. А это нужно позволять цикл писать сразу. И насколько я понял, они еще какие-то организации. Да, там куча всяких организаций под разные бюджеты. Они еще какие-то инвенции, что они берут свой код и как-то его преобразовывают. Ну вот, по-а-а-а. Я понимаю, я понимаю, что машина обучения использует. Да. Наилучшим образом это перевести в угол. Ну ладно, человек обрадовывает. Да, дальше есть новости, которые я добавил ланеркотику. Левые люди. На самом деле, вот эта штука появилась две недели назад, но она моя не знаю. Ну, я не знаю, как вчера. Моделдопод это клёвый сайтик со всеми моделями. С уже реализованным. То есть, ну, можно сказать, зайти, и там будет куча моделек, они все реализованы, их можно поднимать. И если вы хотите очень быстро выпадать за тем, что вы еще умеете, как мы обычно делаем, то это лучше место в космосах. А там получается вот разные клейморды, или какой-то один. То там было некоторые, что и на разных примерах, и один, три года. Знаешь, как такое? Детхив только записано. Так, еще, значит, Pebble, у себя не на Pebble, это произведение часов, знаете, с электронной чемпионой. Вот, они недавно запустили приложку у себя, которая измеряет счастье человека. Ну, как измеряют, она просто тебе раз в какой-то ближайший кремль и спрашивает, насколько ты счастлив, насколько у тебя много энергии. И вот, это недавно было, а сегодня они предоставили какую-то аналитику по этой штуке. Во-первых, самое счастливое время это 7 часов вечера, так что... Ну, не случайно, так наставим. Ну, да, 7 часов вечера, ей обидно перерыв. А может, наоборот, самое не счастливое, потому что люди здесь, они сейчас. Вот, там, короче, перепад, во время перерывок, во два. Во время перерывок, да. Надо без перерыва теперь. Вовремя занятий поставить. Да. Вот. Еще там есть интересная штука. Ну, во-первых, когда люди, рядом с кем люди чаще всего, наиболее счастливые, ну, рядом с друзьями, понятно. Типа, какой деятельности им приносит это? В какой деятельности им приносит больше всего счастья, и это оказалось им бухать. То есть, на первом месте бухать, а на втором йога. Вот, вот так. А что они говорят? Йоги, что они ликвы научатся из себя? Не знаю, может быть, можно или нет. Стоит по зубой. Да, ну, наверное. Вот. Дальше, да. Новый, появился новый фреймворк для нейронных сердечных, это гугловские таблицы. Сейчас я что-то покажу. Это просто очень смешно. Нет? Сейчас, не герой. Вот. Возди наоборот. Но фреймворк это не гугловские таблицы. Нет, 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 именно так. Видишь, что в гугловских таблицах формула прописана для того, чтобы... То есть, они тут просто руками занесли генерал. Вот. И тут все можно посмотреть. Ну, то есть... Вот, возьмем тот раз какой-то. Да, 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 да. Это минист. Вот, вот тут сверки вот эти с 3 на 3, которые они руками пили. Вот Макс Курринг. Дэнс. Вот и вот ее оптур. Вот это сверки. Так что, Мир, у нас же не надо остановить никакой-то затлон, вы можете предикнуть число. Вот прям в гугл таблицы, для этого она всего лишь... Таблица 2-7 на 2-7 на полный террор, и от порядка 1-9. Это уже обычно? Да, 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 да. Это просто в консультуре и тело. То есть, нет в обучении. Да, да, да. Есть еще чуть-чуть. Интересно. Интересно, потому что такая штука позволяет природу смотреть. Вот смотрите, например, вот такой фильтр, да, он видит левую границу. Ну, то есть, понятно. Ну, это сверки, да? И такая сверка, она вот, ну, правая часть больше, значит, левая меньше. Соответственно, это неровно научно, чтобы увидеть границу. И вот тут она как раз и пункта. А вертикальная штука выделяет? Ну, да, 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 левую границу. Вот. Затем вот еще другие сверки, можно сказать, что они делают. Это, видимо, углы детекты. Это уже сложнее, она уже в второй слой, а там не так, как этот, очевидно. То есть, там уже совсем другое. Ну, и что, ну, да, и что сетка видит. То есть, в принципе, мы еще на VoxPooler будем понять, что вот это цифра. Можно сказать. Вот, такие дела. По-моему, у меня все. Еще одна штука интересная, про которую я не сказал, потому что мы вам тут хотим. Один чувак с фитбуком обвлекал статью о том, почему зеленик не работает. И почему это вообще полный эффект. И, на самом деле, она достаточно умная. То есть, в том смысле, то, что он работал с этим, он знает, о чем говорить. И ключевые его пункты вот в чем были. Потому что, во-первых, им нужно просто кучу всего знать, сеткам, чтобы чему-то научиться. То есть, в качестве примера, там приводится нейронка, которая играет в игры. И известно то, что игры, то, что нейронки уже лучше, чем люди в игре играют. То есть, в тот же штаб фон, например. Но при этом нейронкам нужно 8-6 часов поиграть в игру, чтобы понять, как в нее хорошо играть. А человек там достаточно двух-трех минут. Затем, вторая причина, это то, что нейронки очень скатываются в локальный минимум. Ну, то есть, это такая активизационная задача, кто не знает. То есть, у нас, ну, когда находим минимум целевой функции, у нас она может быть выкуклая, как параболы. И тогда достаточно просто. Тогда у нее в локальный минимум глобальный идут. Но если она более сложная, то там может играть, как-нибудь вот так. И мы скатимся вот сюда. И до реального езда никогда не зайдем. Ну, поскольку обычного локального. И третья причина, почему ресепки плохо. Потому что, как правило, можно сделать все то же самое и без сетки. Ну, то есть, в большинстве случаев с хорошей точностью. То есть, вот, например, у нас сейчас контесты, на контексте. Про определение, про то определение тональности текста. Как вы там, кто-то припаскивает, наоборот, звук. И можно это делать с сетками, но, возможно, можно просто перебрать ключевые слова, если там клевый, хороший, вот это все, и просто смотреть 10 слова, и нет, то, возможно, это даст он приемлемый. Ну, и, скорее всего, это даст там процент писал в качестве. Человек сделал другого решения, не рассказывал. Ну, а может быть. Привозочный человек, который это придумал, да. Ну, считай, если он сделал лучше, чем все эти там, то он застонывает. Да, расскажет про свое решение, на следующем занятии. На самом деле, если я не рассказал еще одну проблему решению, то я не заметил. Ну, ладно, окей. Ну, все тогда. Все, все, да, с новостями все. Сейчас Антон, да? Да, Антон сейчас будет рассказывать про машинный перевод, а я пришел на 20. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Вот. Сегодня поговорим о машинном переводе, и я решу сегодня рассказывать по слайдам университета Мирового уровня. Вот, конкретно это, это восьма лекция из курса, который я уже не помню, не помню, не помню. Это Оксанский университет, и у них курс по глубокому обучению в НЛП. А почему там кардагин и университет? Ну, насколько я понял, вот этот чувак, признает, он искал на немало, но он приехал в Оксан, и лекция сдает. Вот, это одна из тем, которые в том числе есть на курсе по глубокому обучению в МФТ, который будет скоро. Вот, и я вам советую в том числе на это просто походить. Вот. То есть на машинный перевод. У нас следующая задача есть. У нас есть предложение на одном языке. Сегодня это будет японский, например. И мы хотели бы его взять, посмотреть на него, и перевести его на другой язык. Наверное, на третье. Как вообще этим людям делают эту задачу? Ну, они берут, берут слова, какие-то слова есть, с одного языка на другой. Смотрят на каждое слово, смотрят на его переводы, и пытаются как-то сами выписать предложение на своем языке, которое было похоже по смыслу на исходное. И изначально все системы машинного перевода, они как-то и работают. То есть, может быть, кто-то не знает, кто-то знает, кто-то знает про надмозг. То есть, мы использовали на прошлом занятии и на позапрошлом. То есть, у нас есть борт и век, когда мы берем слово и преобразуем его в вектор. А затем мы можем вектор использовать как-то и, например, сделать нейронную сеть. Конкретно здесь мы делаем следующее. Мы берем слова из исходного языка, преобразуем их в вектор. Каждое слово вводя в вектор. Затем эти векторы каким-то образом обрабатывают, мы сможем чуть позже, моделью, которую мы будем называть информацию. Эта модель, она преобразует условное в составлении слов, то есть в виде маркетинговых векторов. Например, у нас один вектор, второй вектор, третий вектор. А в другое представление будет просто вектором для всего предложения. Это вот здесь. Временное представление всего предложения. А затем мы в этот вектор предадим второй регулярной нейронной сети, которую мы будем использовать следующим образом. Мы ее будем инститализировать в ее внутреннем состоянии. Как раз в эти векторы, вот здесь. Затем мы будем подавать слова по тому. Но эти слова будут уже как раз от целевого языка. В данном случае это английский. То есть сначала мы передаем слово индикатор, начало предложения. Мы его кодируем в вектор. Применяем регулярную нейронную сеть. Она нам дает распределение вероятности над словами. И так вот по одному выписываем все слова из другого языка. И таким образом получаем перевод этого предложения с фондского на английский. Вот такие есть проблемы вот в такой модели. Ну, самая главная проблема в том, что мы прошлись по исходному предложению, получили какой-то вектор и все, и забыли. То есть все остальное, что у нас было. И как вот здесь приводится цитату одного человека. Я даже не знаю, чем он знаменит, но у него есть вот такая цитата. Потому что вы не можете просто взять и засунуть смысла одного предложения в один диактор. Это очень трудно. И хотелось бы как-то так методы какие-нибудь придумать, чтобы обойти это ограничение, когда мы все складываем в один диактор. И, собственно, еще вторая проблема с тем, что у нас есть такая речь, как забывание зависимости. То есть если мы здесь посмотрим на предложение, оно вот здесь короткое, всего три слова, то предположим, у нас очередное предложение 20 слов или 50 слов. Когда мы работаем с первой сетью регулярной, она проходит в слова одни, одно с другим. И, например, вот на этом моменте мы очень хорошо помним предыдущие слова, предыдущий контекст, но более ранее мы уже начинаем забывать, потому что у нас все ограниченное, ну, ограниченное это, фиксированное размером, и он все не может помнить. То есть если у нас очень длинное предложение, мы его все перебрали в нейронной сетью, мы даже до конца, мы уже считается, что забыли самые первые слова, и вот это не место. Причем даже с LSTM, то есть несмотря на то, что вот такая крутая вот модель для регуляционной нейронной системы, мы все равно забываем. Вот, что придумали? Ну, во-первых, будем работать с предложениями, как с мат, как я говорил ранее. То есть у нас будет каждая талонка в предложении отвечать за вектор соответствующего слова. Например, здесь у нас предложение на немецком языке, оно я слышала и значит, что я хочу пиво. Ну, мог, не, не помню. Что там, люблю? И вот точно пиво. Что? Люблю. А, люблю. Еще лучше. И каждое из слов... Грибы это людей, а легкие это продукты. Да. Ну, вот типа, вот я, как я, лайк, ну-ка. Ну, мне нравится. Мне просили. Ну, мне нравится. Каждый из слов мы отображаем людей, то есть вот здесь каждый столбец отвечает за просто одно из этих слов. Вот. Ну, на что это похоже? Ну, на то, что мы, там, собственно, работали до этого, это получается картинка. То есть здесь вот очень сложные предложения, но все равно это раз и два картинка. Ну, конечно, один из каналов картинка, но все равно. А что мы умеем делать с картинками? Мы умеем с ними... Ну, это еще раз рассказывается, что мы берем на компетенеру просто слова. Здесь, например, вектор на представленных слов. Вот. Еще пару слов. Вот мы здесь сделали следующее. У нас предложения разной длины. Как с этим бороться? Ну, вообще-то говоря, можно взять и зафиксировать некоторую длину предложений, с которыми мы работаем. Например, 50. Вот больше 50 слов мы не рассматриваем. Иначе это просто там уже следующий кусочек предложений, в котором мы отдельно переводим. И если у нас предложение меньше этой длины, мы просто первое заполняем, например, ладьями. Либо векторным представлением символа, которое в словах отличается, потому что вот здесь ничего нет. Уже закончилось предложение. Ну, и дальше мы, конечно, будем еще рассматривать следующее. И дальше у нас в предложении всегда первым словом будет токен, о том, что началось предложение. А в следующем, вот в зале, в конце, у нас будет токен, что закончить предложение. Вот. И мы просто заполняем недостаточные элементы предложения. Вообще, можно применять цветочные нервные сети, наше нервные кодэ. То есть у нас есть картинка, и мы можем брать ее как папу царашку, прибежать в другую. И это вот здесь показано. То есть мы берем сначала формированную матрицу, берем два фильтра, и их применяем в картинке, и получаем какое-то новое представление. Вообще говоря, это не самое лучшее, что есть. О том, что лучше мы сейчас поговорим. Но это может помочь в том случае, когда мы работаем не с английским языком, но с английским языком, а с русским. С точку активными языками. Когда мы можем рассматривать как слова уже некоторые части слов. И когда имеет смысл использовать светочные нейронные сети, чтобы как-то преобразовывать исходное представление, даже векторное, то это более новое представление более сложное. Вот. Если, ну, чуть позже обсудим, как это можно использовать уже. А почему мы не можем векторатно конфликтинировать после дни, на белый век, и получать предложение? А ты тогда, получается, теряешь зависимость между словами. То есть, ну, да, по сути, можно сделать, но... Не вот так их, а так их задумывается. А, то есть, вот вводить этот поезд, и не выводить. Ну, это просто другое преступление. Вообще, внутри памяти игрательная, это именно такой, все эти матрицы и прочее? Нет, ну, просто, конечно, если мы светочную сеть будет там двухверно-кермен. Он будет, получается, сканировать конец одного слова и конец другого. А, то есть вот так вот сделать, получается? Нет, я имею в виду, что если мы вот эту штуку запутываем в связочную сеть, в матрице, да? Угу. 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 팀, мне. Смотри. Здесь суть в том, что вот если мы применяем ведро, то оно приняется к соседним словам именно на те же самые кардинаты. То есть вот у нас взаимодействовали, и с ними мы будем применять вот это ведро в этой части изображения. Сложно сказать про начало слова, но вообще не соответствует тому распространению, которое ты ожидаешь. Это не отдельный пункт слова, это просто его приспособление в неком пространстве. И удобнее работать с синими координатами, а не с тем, что вот этот координат, там, та координата, чтобы там соответствовать. Предположение вот на этом. В целом, опять же, у нас изначальности исправления, предложения. И мы можем перераскивать в некоторых выборах исправления, которое может иметь некоторую зависимость. Но вообще говоря, используют двунаправленную реклентную новость. Что значит двунаправленная? Рассмотрим на примере. Вот у нас исходное предложение есть, и мы берем и применяем к нему в реклентную новость, как мы для этого делаем. То есть мы подведем ей на вход каждое из наших векторов и предложений в последовательное. То есть сначала один, мы в применении получили некоторый вектор внутреннего состояния, некоторый выходной вектор из этой реклентации. Затем применяем следующий вектор, получили следующий скрипасы с влиянием. И таким образом мы получаем в заслонной последовательности некоторую другую последовательность, только уже скрипасы с влиянием. Это если мы будем идти в одно направление, слева направо, так же, как читает человек. Но, как я уже сказал, вот когда мы дошли до этого момента, мы очень плохо помним ранее, самый ранний вектор скриптый, информацию в самом первом слое. Поэтому имеет смысл сделать то же самое, а потом в другом направлении. То есть мы идем с конца и читаем обратное направление. Таким образом мы получаем два вектора для каждого входного слова. И мы делаем следующее. Мы просто берем и конкретинируем вместе. Дальше мы это будем осмотреть и просто забьем просто скрытое состояние. Но идея в том, что каждому слову нам соответствует скрытое состояние, полученное таким образом. Таким образом мы просто взяли и получили из исходного маркетинга. Тоже маркетинга новая, но, опять же, получена очень необычным способом. Самое важное, что здесь можно сказать, это то, что вот это представление вектора, оно почти переехает. Потому что вот этот вектор, он в том числе знает и про своих соседей. То есть вот это представление учитывает контекст, локальный контекст в предложении. Это очень похоже на роста век, когда мы строили. То есть, когда мы строим роста век, для каждого слова мы, для построения ему вектора, в соответствии, мы смотрим на его контекст в языке, во всех текстах, которые нам даны. Здесь мы, по сути, делаем похожую вещь только для конкретно этого предложения. Таким образом мы нефицируем условные условия. Но мы же все равно, типа, если у нас, например, сеточка забывает, типа, последнее слово, которое было за четыре для него, то здесь мы первых последних словами нефицируем. Ну да, то есть, да-да-да, правильно говоришь. Если мы возьмем все равно длинное предложение на трех пятьдесят, то в середине у нас тоже будет один плохой рф СНС, а на один плохой рф с другой стороны. И как раз вот с этой проблемой мы дальше будем решать. И вообще вот есть помимо этой проблемы еще то, что если у нас слова очень хитрые, а именно, например, это слово, оно состоит из нескольких слов, это противологизм. Например, TNN, то его следует представить все-таки одним вектором. Но оно будет представлять, если думать, что будет все делать, рекомендацию, как четыре отдельных вектора. Или, например, через девиз слова. В английском там тоже такая проблема есть. Хотелось бы их разделить, но это не выходит. Или, опять же, с немецким. Там вообще очень плохо, потому что они берут слово и там раз-два-три-четыре-пять, несколько корней делают, это уже слово, которое играет на сенсы. Может, кто-нибудь подвести еще? Нет, это в Татарском так же. В Татарском так же? Да. Короче, в окончании каждый свой смысл умеет. Ну, я так ладно. Да. Да, и вот, лучше говоря, что вот сверки... Азе Сурдичкает, я вспомнил. Ну, это три корни. Ну, объекта побольше. Ну, это, типа, достопримечательность. У нас есть всякие документы, то есть у них вот есть, всякий вот сленг, который используют бухгалтер. Там просто страшно. Там действительно, чтобы что-то выразить, там какой-то отдельный, например, закон, они берут и действительно это все одним словом делают. И каждую из частей этого закона, без того, чтобы брать, там, не знаю, апплигатуру делать, как английский. Американцы, либо у нас уже написано, помните. О, да, прикрессия. Ну, собственно, сейчас мы перейдем к механизму внимания. Что мы делали? Сколько мы делали? Мы подаем слово на код и получаем слово на выкрытие. Уже в декодере, во второй части модели общей для перевода. И мы высчитываем только вот скрытое состояние, которое нам в начале пришло. И вот из него, из-за вот этого, кто-то, короче, называется, который мы получили от некода исходного предложения, мы выписываем слова по одному. Вот. Как можно делать иначе? Можно, например, взять и вспомнить, что у нас была уже матрица, которую мы построили для всех скрытых состояний. У нас было исходное предложение. И мы обрабатывали слово за словом. А затем каждое слово мы преобразовали в вехар. По-моему, то есть вехар уже хороший, который, например, обработал фоноправно-миллионная сеть. Либо засел на счетной миллионной сеть. То есть все равно это вот представление исходного предложения. Идея в том, чтобы его использовать на этом шаге. То есть мы, каждый этот вехар, мы берем с некоторыми весами. Этот вес и будет называться тэшном. То есть, ну, и внимание. То есть это вехар, у которого элементы это скаляра. То есть это вехар коэффициент. А затем, когда мы получили этот вехар коэффициента, когда у нас есть вот эта вот матрица исходная, мы берем и добавляем как вход нашей нейронной сетерикулы. То есть просто берем вот эту матрицу R. Мы ее умножаем на вектор A. Получаем вектор новый вектор. И этот вектор будет еще такой подход. Тут возникает вопрос, вообще говоря. Как получить, собственно, вот такой вектор, который будет знать какие слова с какими коэффициентами использовать. Но немножко позже. И заметим следующее. Вот если мы все-таки будем применять, постепенно использовать для выписывания предложения в переводе, то мы получим матрицу Lime. Называем. Или вот дальше начинаем. Что здесь можно заметить? Здесь мы имеем соответствие между словами, которые были во входном предложения и выходном. то есть, например, здесь вот мы для перевода первого слова мы используем первое исходное слово и немножко второе. Когда мы переводим второе слово в выходе, like, мы смотрим на второе слово и немножко на соседнее слово. И так далее вот с последним, так же, с четвертым. То есть, beer у нас как раз соответствует здесь, beer. Такое вот соответствие очень хорошее. Ну, то есть, по крайней мере, в практике разговаривать. Да. Это вопрос токенизации того, как ты разливаешь слова, точнее, предложение на отдельные слова. То есть, есть токенизаторы, которые возьмут и id заменят на id. Есть, которые так и ставят. Здесь решили сделать отдельное слово в языке. И поэтому здесь соответствие идет white и id. Но может же быть не соответствие количества немецкого или английского. Да, может такое быть. Мы позже посмотрим, например, реальные вот эти подматики соответствия между одним языком и другим языком. Там бывает довольно необычное соответствие. Но, вообще, как и обычно, то, что мы уже ждем увидеть, это что-то вроде вот диагональной матрицы. Если языки очень похожи. Если языки не похожи, например, русский язык и английский язык. Там бывает так, что очень скиданные слова. И у тебя есть одно слово в английском языке, и есть несколько слов на русском. Соответственно. То есть, там некоторое слово может влиять на как-то. Хоть же предложение в русском. Я говорю, это предложение на правильном языке. Да, и там, и там. Но на практике они будут веселее. Вот. Как посчитать, собственно, вот этот вектор А. Для этого у меня есть небольшой запас здесь. Собственно. Итак. Здесь будем обозначать как S. наш вектор скрытил состояние у нейронной сети декода. Сейчас открою картину. Я могу скрытиться на ту, которая была в самом начале, где это больше всего написано. Ну вот, да. Здесь у нас скрыто состояние будет H, но вновь будет S. А каждый из этих состояний входа – это H1, H2 и так далее. Наши последние состояний нейронной сети S и в минус первой. То есть, вот этот вот маленький цифр, который мы там видели, с этими вот пудрешочками, которая еще разбита была на две части, она состоит из H1 и так далее и до H2 и T. Т – это максимальный вариант предложения. Мы делаем следующее. Мы берем наши все состояния H из входного предложения, наши последние состояния нейронной сети S и в минус первой. И в минус первая. И некоторым образом комбинируем функции A, которая берет два вектора на вход. Например, это может быть просто перемножение компонентов из сложения. Но в итоге мы должны получить некоторый скоряк. Другие есть варианты, когда мы их, например, перемножаем через матрицу. Либо идем в более сложных реабилитациях, когда мы перемножаем через матрицу, прибавляем вектор bias, применяем гиперболический тангенс. То есть, другими словами, можно сюда засунуть в том числе и нейронную систему. Тоже отдельное решение. И таким образом мы получаем для всех слов входного предложения компетентный. Е, итое, житое. То есть, и фиксированное — это конкретное слово текущее, которое мы выписываем. А житое — это все слова входного предложения. После получения коэффициентов мы делаем softmax. Логично, чтобы взять и получить это для игроков. И потом верхор C делаем. Герхор C — это как раз тот верхор, который мы подаем в рекордах. То есть, это все скрытые состояния из матрицы входного предложения. И они сложены все сами, которые мы так что получили. Есть ли какие-нибудь вопросы? Или сложно все непонятно? Да. Может, ты на примере вот эту первую часть покажешь, где скрытые векторы и трупы? Скрытые векторы прошлого состояния все-таки и скрытые векторы? То есть, более подробно что-то. Ну, то есть, придумай какой-нибудь человек, который сам делается операцией. Ну, ладно, ладно. Ну, мне тогда нужно предложить. Даже в русском языке я так положу. Волоке, чебутенька. Ну, отлично. Вот у нас есть слово лол, слово кек и чебурек. Морозный чепсер. Что мы делаем? Мы получили заранее сверху нам даны векторы для каждого из этих слов, которые мы получили, применяя то, что мы делали две недели назад. Вот век. Например, ну, они у нас размерности три. И это вот вектор 1, 2, 3, 2, 3, 4 и 1, 2, 5. Вот. Это наше исходное вектор длины 3. Длины 3, да. Ну, длины размера 6. Вот. Вот эти вот векторы мы будем называть x1, x2, x3. Затем мы применяем и при этом нейронная сеть. Она может быть глубокая. Она может иметь, например, ячейку LSTM и там внутри ячейки LSTM. Она может быть очень хитро структуру, но все, что она делает, это она проходится по каждому из этих слов постепенно и выписывает некое скрытосостояние. И позже у нас в этом направлении она выписала вектор h1 с стрелочкой вот в этом направлении, h2 и h3. Ну, это получилось 1, 1, 2, 2 и 3, 3. Вот такие вот я делаю. Ну, вот как это сложилось. Вот такие вот сейчас. Так, да. У меня внутри клавернировка. Выглядит так, наверное. Ветод я в ходе опять же в план северного права. Когда мы пройдемся в обратную направлению, у нас тут другие векторы. 3, 4, 4, 5 и 6, 7. Вот, мы их обозначим так же. h3, вот эта стрелочка в любом направлении будет. h2 и h1. Вот это мы выписали вот так. Ветод я, мы делаем следующее. Как я уже описывал, мы конкретинируем этого вектора. И получаем вектор h1. Где у нас конкретинированный вектор? 5, 5, 6. Ну, значит, понятно будет. И 4. И 5, 6. А зачем мы вообще обратно проходим? С тем, что когда мы здесь проходим по длинной последовательности, у нас в скрытом состоянии остается мало информации о самом первом состоянии, которое мы видим. чтобы вот эту проблему дали к зависимости решение. Вот, мы получили три эффекта, что-то представляет вашу условную последовательность, но в другом основном. Вот, отлично. Дальше мы следующее делаем. Когда мы работали с выписыванием вот этих векторов, у нас было некое раскрытое состояние. Назовем его как-нибудь, например, c. То есть у нас все равно в этой рекламной сети есть некая память, некая деятельность. Вот мы возьмем и его будем использовать. Дальше. Вот. И мы им, у нас это будет у нас энкодер. Мы его не связируем и подаем ему на вход токен, который отвечает словом вектором в виде, которое говорит о начале этого последовательности. То есть мы будем вот так с и в угловых словках. То есть как вот, xml, dv. Ложим ему соответствовать вектор 1,0,0. Здесь нужно важную поправку сделать в том, что у нас здесь вставление вектора на слов для одного словаря, вставляя из фонов языка. А здесь будет уже для другого языка. То есть вообще говоря, вот у этого вектора, у слова s, у нас может быть другой вектор, мы соответствуем в этом языке. Не как вот в этом. Вот. Вы подъем этой нейронной сети рекламентной, у которой c в памяти будет находиться. И она берет и нам возвращает. То есть это будет нейронная сеть, у которой на конце softmax. Причем softmax, который будет выдавать вектор размера словаря целевого языка. И он выписывает уже этот вектор, и по нему мы выбираем, например, самое слово, где достигается максимум вектора. То есть самое вероятное слово. Либо еще назвать можно модой являдностного распределения. И предположим, у нас это было слово под индексом . То есть у нас, предположим, в выходном языке мы работаем с десятью тысячами слов. То есть у нас здесь будет вектор. Тут слова исходного языка. Вот у него размерность, например, десять тысяч. А здесь размер словаря двадцать тысяч. Тогда у нас будет у вектор softmax размерность двадцать тысяч. Вот такой вектор. У него где-то максимум есть. И мы предположили, что это максимум достигается на девятнадцатой координате. Это девятнадцатая координата соответствует какому-то слову. И потом мы это слово разрешаем, и это вот оказалось у нас лол, но на английском. Так мы перевели одно слово. Отлично. Когда мы сделали эту операцию, у нас внутреннее состояние антикода разменилось. То есть у нас от вектор c, как мы позовем, 0, перешел вектор c1. Мы делаем следующее. Мы берем вот это вот слово lock, мы его преобразуем вектор. Опять же, беря вектор для целевого языка. И подаем опять на вход. И аналогично выписываем наше следующее слово. Это было двадцатое слово. И оно соответствует тех, кто на английском языке. И так далее, повторяем. Вот. Это я писал то, что было на самом начале лекции. И единственное, что мы делаем для того, чтобы это улучшить, это вот здесь вот вместо подавания просто скрытого состояния предыдущего на вход неравности, мы его комбинируем с взвешенной комбинацией вот этих векторов. То есть мы условно делаем следующее. Вот этот вектор c, у него размерность, предположим, тоже 3. И он у нас был вот вид такого 3, 3, 3. Да, да. И делаем следующее. Лучше сделать 4, чтобы было удобнее было. 3, 3, и потом здесь в конце 0. Сделаем вот эту процедуру, которую я ранее писал. Немножко и немножко получили, потому что здесь вот автоматрица, где просто с ней не надо делать. Но мы запомним. Выписал конкретную функцию данного. Вот. Посчитаем вот эти все коэффициенты для наших, на первом случае. Здесь у нас на входе было c0. Поэтому, если мы будем считать для первого слова, это будет E1, E1, E1. Это нам нужно взять для первого слова скрыто состояние сверху уровня с самого начала выписывания c0, и скомбинировать его с каждым цветом. H1, H2, H3. Мы будем делать следующее. Мы будем просто брать и умножать на 2. А потом складываем. Вот так это будет. Это стояло на 2 цветения. Дух лет. Вы занимаетесь. Это 3 умножить на 6. 6 умножить на 18. Минус 7 умножить на 1. Плюс 3. И 1 умножить на 0. По сути дает 42. Да. Давайте идем запомнить. Идем следующее для 2. Злонные за 1. 5 − 1, 2. 12, 12. 12, 15, 15, 15, 16, 16, 7. 7, 14. Удяний след yard к 19. 9 13 9 30 33 15 20 20 20 22 это нам не так важно или это очень важно просто сумму неправильно посчитал можно заметить главное что вот эти вот коэффициенты они похожи друг на друга поэтому мы назначим следующий сайт и будет 0.35 а здесь нужно так примерно что понятина получается здесь 65 либо 0.35 а если 30 и вот таких коэффициентов вот такие коэффициенты умножить на h2 и альпо-один-тю умножаем на h3. То есть берем какую-то комбинацию с вот таким эффективным центром. Получаем новый вектор и его уже используем в этой нейронной сети. Например, можно взять слово вот это вот и к нему сконкотинировать новый вектор, который мы получили, вот этот вектор контекста, который мы получили, и им очень полезно внимания. Либо как-то иначе, это уже зависит от того, какая контекстная модель используется для рекода. Вот, примерно так. Ну и дальше вот в этой реакции можно сделать нахаж, по-моему, здесь хорошо, потому что я говорил, можно использовать не просто скалярное произведение, что описано вот здесь вот в поле хитридописи, а нейронной сети. Ну, есть еще несколько реализаций, но все примерно так же. Пару слов немножко про то, как это все оптимизируется потом, когда мы делаем уже обучение. Ну, я, честно, не читал, но, как мне кажется, это просто выписываться графом в рейморке и уже диктинфицироваться самого по себе. То есть это не то, о чем стоит задумываться. Потому что все операции, которые мы только что использовали, они все линейные. То есть переножение матрицы, скалярное произведение, сложение, умножение, то есть все базы операций, их можно диктинфицировать автоматически. Чем, собственно, и занимаются все те технологии, которые он использует. И, переходя к ним, я отберегу слово имену. Да, когда вы выберете? После перерыва.